Про профессии по жизни, но больше всего я работал водителем. Водителем я работал 50 лет. И вот бывали такие случаи, жена ждет и зато смотрит. Потом, видит, я еду на свои копейки. Ну, клиент по дороге встречается, и я опять уезжаю. Я даже написал поэму, она называется «Дорога про кормы». Написано, она была 4 года писала, с 71-го, даже больше, по 76-й. Она опубликовала меня на карте. Тогда за это был срок. За то, что ты подводишь, 3 года срок. Ну, я облатыкался, как говорится, и видел подсадки. Потом там есть такие правила, например, если тебе говорят «Останови, оставят люди, надо проезжать». Или просто дарить книжку, говорить, что я собачивающий, дарю книжку. Ну, короче, 50 лет я бомбил. Теперь бомбит прекрасная поэтесса и моя близкая подруга Епатерина Багачева. Пожалуйста. За эти минуты лежит. Извините. Я как таксист не боюсь жизни трудностей. Зато у меня нет отбой от кормы. Ну, мое детство, оно пришлось вот на эти последние годы, когда еще не было компьютеров и телефонов. Мы еще вот честно ходили в библиотеку, в читальный зал, учили стихи, выступали на концертах. К сожалению, я вот это наследство своего детства и молодости потеряла. Я уже не способна почему-то запомнить, даже воскресить в памяти тот отрывок, который я в 6 лет из Пушкина знала наизусть. Это отрывок из Руслана и Людмилы. Я не скажу, что это было первое мое стихотворение, но вот так в памяти первым встает стихотворение немножко веселое. Меня дедушка ему научил, но это не Пушкин. Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорил, надо маму слушаться. Это он меня так подбадривало, пока я собирала вишню на верхушке дерева. А второе стихотворение, которое я помню, хотя, наверное, их было больше, но у меня уже свои дети, все это перемешалось, какие стихи я знала в детстве, какие я их учила, заставляла учить. Но вот все-таки встает в памяти этот большой отрывок, который всех поразил в 6 лет в первом классе. Я его прочитала, но это был такой прикол от моей мамы. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел, прекраснее садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. При ней взыблются шумят великолепные дубровы, аллеи пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены. При горке, рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский средь очарованных полей, и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут истуканы. И мнится, живы, Фидий сам, питомец Феба и Паллады, любуя сими, наконец, свой очарованный резец из рук бы выронил с досады. Доробясь о мраморной преграды, жемчужной огненной дугой валятся, плещут водопады. И ручейки в тени лесной чуть вьются сонною волной. Приют покоя и прохлады сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду розживые ветки цветут и дышат по тропам. Но безудешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство роскошь ей постыла, ей грустен неги светлый вид, куда сама, не зная, бродит. Волшебный сад кругом обходит, к свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неумолимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный к устам, она прижала перст, казалось, умысел ужасный рождался. Страшный путь отверст, высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах, в уныне тяжком и глубоком она подходит и в слезах на воды шумные взглянула. Ударила, рыдая в грудь, в волнах решилась утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила по солнцу бегая с утра устала, слезы осушила, душе подумала, пора. На травку села, оглянулась, и вдруг над нею синь шатра, шумя с прохладой, развернулась. Обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла, и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она. Да ли от милого в неволе? Зачем мне жить на свете боли? О, ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет. Мне не страшна злодея власть. Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов. Не стану есть, не буду слушать. Умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Поскольку сегодня 23 февраля, я нашла такое про войну. Война — это, наверное, все-таки, если метафорически, это осень, да, перед страшной и холодной зимой. И пусть в каждой стране будут защитники Отечества, но пусть у них не будет повода защищать свое Отечество, потому что этот повод только один — это война. Пусть всегда будет мир. Тонкие ручки, лапки, курьи пальчики, Сам ступай, не спеши, со ступкою, коль живой. Тут отцы, тут мальчики, Детвора, старики, все трупами. Ветер бабку ролесит по миру, Ветер плакальщица без совести, А колодкам придет паникерные, Поминальные с присвистом вольности. О широких да узких ликами, О румяных еще да бледненьких, О лущеных, чьи ребра пиками Протыкают хребты наследников. Вслед и бабы калеют спинами, Животами прикрыв по смерти. Не истякнет то твой хининовый, Не развеется вслед по ветриям. Подкосил их кто? А ли вычистил? Не выпытывай, улепетывай. Рог издрек, токи рек хтонических, Загребают зевак за мертвыми. Сдвинув брысь и кусты с проседью, Молвят властницы. Хочешь, век сиди? Вечи старцев, еловососенных, Тех не тронет десница осени, Осмелеет на царство княжеца, Супостатная, своевольная, Изведет по дворам, нарядится В белосаванная, бескровная. И последнее стихотворение, которое касается, наверное, всех людей. Я надеюсь, что Александр Сергеевич Пушкин, его душа, наблюдая за нами сверху, Не сильно ужасается и все-таки есть для нас всех спасение от этого технического прогресса, От этих гаджетов и от того, что мало читателей и мало души, в принципе, в жизни осталось. Пусть это все сохранится и пусть это все будет. Высвяти нас, Господи, из темноты, Приперть давит ждущих и просящих. Тут не то, что душу, даже хрящик, Не освободить от ломоты. Пход широк, взело да заперт изнутри, Вновь приставленные сзади напирают. И неважно, ада или рая, Алчим, только отвори. Дело рук твоих пошло на самотек, Норови все, кто взорвать, кто выпить, В вымершую, выжженную Припять Мир окутать в круглый костерок. Отче, сфокусируй сонный взгляд, Или правит болдинская осень, Полнятся параболы и оси Новых дел, творений робких ряд. Мышь, истерзанный и мятый черновик, Нет и на полях живого места. Скомкой и забрось его за кресло, Наш фальшивый, обесточив крик. Или высвяти нас, Господи, из темноты, Высвяти нас, Господи. Спасибо. Я, наверное, в обществе...